Наверное, при просмотре моих или вообще чьих-либо SM64 машин, вы замечали анимации наподобие тех, что вы сейчас видите на экране. Это анимации не из самой игры, они создавались не Nintendo, они создавались обычными людьми по типу вас. В этом видео я покажу как сделать такие же. Для начала нам нужен Blender и специальный аддон, позволяющий экспортировать анимации для SM64. Версия Blender у вас должна быть как минимум 2.82. В этом видео я буду использовать версию 2.83. Как устанавливать сам Blender и как им пользоваться, в этом видео я рассказывать не буду. Ведь по этим темам и так есть очень много туториалов. Аддон для Blender, который мы будем пользоваться, это форк одной из старых версий Fast64. Если вы уже пользуетесь обычным Fast64 для, например, дикомпа или моделей, то для этих целей продолжайте использовать обычный. Этот форк лучше использовать только для анимации. Заходим на GitHub страницу этого аддона. И здесь мы не как обычно скачиваем через раздел Releases, а скачиваем самый сходный коль этого аддона. Когда мы его скачали, то открываем папку, где хранится Blender. Потом заходим в папку названия, которая соответствует версии программы. Затем Scripts и Addons. Сюда мы из архива перетаскиваем папку CometFast64. Не просто папку Fast64 Returnal 3, а именно CometFast64. Затем открываем Blender. Переходим в Edit, потом Preferences, потом в Save and Load и проверяем поставлено ли галочка у OutRunPythonScripts. Если не поставлено, то ставим. Затем мы переходим в Addons, ищем аддон под названием Fast64 Plus Metal Composer JSON и включаем его. После этого скачиваем blend файл, который указан в описании и открываем его в Blender. Тут вы уже можете делать свою анимацию, либо же просто какую-то позу. Я не буду объяснять как делать анимации. На это опять же есть туториалы. Но скажу одну важную вещь. Чтобы переместить где находится сам Марио, вам нужно передвинуть вот эту маленькую кост. Это очень важно, и об этом узнал я сам. Я не видел, чтобы кто-то другой об этом рассказывал, и я не знаю почему. Я здесь для примера создам анимацию, где персонаж просыпается. В итоге, у меня вышла вот такая анимация. Довольно прикольная, как по мне. Если у вас анимация получилась какой-то плохой, то не переживайте. Вы только начинайте и только учитесь. У меня тоже сначала были очень уж плохие анимации. Со временем у вас будет лучше получаться. Чтобы экспортировать анимацию, находим в панели справа раздел под названием SM64 Animation Exporter. И у Export ставим Metal Composer JSON. В AnimName мы вписываем название анимации. В AnimAutor имя автора. А в JSON File Path путь, куда мы хотим сохранить файл. Здесь же мы пишем и название самого файла. Также, очень важно, не забудьте добавить в конце .json, чтобы файл экспортировался с нужным нам форматом JSON. Затем нажимаем Export Animation. А теперь нам надо эту анимацию загрузить в самой игре. Предполагаю, что у вас уже есть MG4 MM3. Нам нужен аддон Metal Composer. И если что, я сейчас говорю об аддоне для MG4 MM3. О блендере речи уже не будет идти. Скачиваем Metal Composer через его GitHub репозиторий. Ссылка на который есть в описании. И скачиваем мы его уже через раздел Releases. Внутри скаченного архива будет папка Addon. Внутри неё DLL файл, который мы перекидываем в папку Addons в папке M4 MM3. Далее, в этой папке Addons также есть, или как минимум должна быть, папка Animations. Если у вас её нет, то можете создать. В этой папке хранятся все анимации для Metal Composer. Сюда вы перекидываете созданную вами анимацию. Также, папка Specialist Animation в архиве содержит в себе очень длинную анимацию, которая разделена на 4 JSON файла. Эти 4 файла вы также можете перекинуть в папку Animations. Потом расскажу зачем. Когда мы в игре, то в M4 MM3 заходим во вкладку Addons. И если вы сделали всё правильно, то там будет Open Metal Composer, куда мы и нажимаем. Когда у вас откроется сам Metal Composer, то ставим галочку у Override Game Animation. После чего вам станет доступным всё управление анимациями. После чего, мы в игре нажимаем на C вверх, чтобы Марио стоял на месте. И снизу в списке выбираем нашу анимацию и нажимаем Load Selected. А теперь, зачем же я вам говорил закинуть эти 4 файла? В Metal Composer есть такая функция под названием Chainer, которая позволяет вам склеивать анимации или же составлять цепочку из них. Вот тут мы и можем, так сказать, склеить ту самую длинную анимацию. Это очень длинная анимация. Поэтому пока она идёт, я вам расскажу, за что здесь отвечает каждая кнопка. От Selected Animation to Chain добавляет выбранную слева анимацию в список для цепочки. Remove убирает выбранную анимацию из цепочки. Start Chain или Stop Chain начинает или останавливает цепочку соответственно. Loop Chain зацикляет цепочку. Move Selected Up и Move Selected Down перемещают выбранную в цепочке анимацию вверх или вниз соответственно. Current Chain Link можно использовать, чтобы указать с какой анимации начать цепочку. То есть, можно указать, чтобы цепочка началась не с первой анимации, а например с третьей. Вот эта рука возле анимации в цепочке указывает, какая анимация проигрывается или будет проигрываться. И... он всё ещё танцует. Цепочка вообще только на второй анимации. Ладно, пофиг на него. Давайте я вам как бонус расскажу о ещё одной вещи. Если вы хотите менять модели руку Mario без всяких затруднений, то такая функция есть у программы VizX T4 Core Console. Её также можно скачать на GitHub, и для неё вам нужен .NET версии 6.0. При запуске нас встречает консоль. Нас интересует команда HandSwap, при вводе которой у нас есть выбор между несколькими моделями рук, которые есть в игре. Мы вводим название нужной на модели рук, и она применяется. И лучше эту программу закрывать через команду Quid. Ведь если закрыть по обычному, то эмулятор может крашнуться. На этом всё. Извиния за отсутствие видео, последние несколько недель для меня были совсем нелёгкими, особенно из-за школы. И мне никак не удавалось взяться за создание видео чисто из-за отсутствия настроения. Но завтра уже наступит лето, поэтому я уже скоро возьмусь за создание новой машинимы. Надеюсь, что этим летом смогу почаще выпускать ролики. Также вы можете от меня ждать в будущем больше туториалов по машинимам. Я их собираюсь сделать почаще. А на этом, опять же, всё. Увидимся летом. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok